Непринужденная обстановка, живая музыка и возможность принести ненужные, но пригодные для использования вещи и обменять их на что-то нужное для себя. Это все эко-вечеринка. Она прошла в молодежном центре «Современник». Мы в сентябре 2023 года выиграли грантовый конкурс от «Росмолодежь Гранты» в размере 100 тысяч. Сейчас уже организуем нашу первую суп-вечеринку. Вообще в году их будет три. Все три проекта будут одинаковыми, но каждый раз на площадках будет что-то разное. Помимо вещей на вечеринке можно было приобрести товары, ручной работы, букеты из конфет, изделия из эпоксидной смолы, плетеные сумки и многое другое. Кульминацией мероприятия стал мастер-класс эксперта по экологии Мариной Гориной. Сейчас такое время. Мы живем в век потребления. Это не секрет. Мы потребляем намного больше, чем создаем, созидаем. И если ребята сегодня послушают и задумаются, и услышат такие вещи, как свалка в пустыне, мусорное пятно, они потом зайдут и посмотрят, что это такое, и видят, что на самом деле мусорные пятна в океане уже видно из космоса. Я все-таки за разумное потребление вещей. Мы не должны выбрасывать вещи. Если они пригодны, если они в хорошем состоянии, обязательно нужно ими обмениваться. Не стоит покупать много вещей. Мне эта тема очень волнует, нравится и очень здорово, что о ней говорят наши молодежи. Локации размещались по всему молодежному центру. Можно было сделать обложку для книги или блокнота, погадать на молодежном таро или превратить в свечу в произведение искусства. Мастер-классы – это такой процесс вообще приятный, потому что приятно даже наблюдать, что ты своими руками создаешь какое-то волшебство. Даже то, что тебе казалось каким-то непривычным, прям все создается красота на твоих глазах, и ты не то, что этому свидетель, ты еще и тот самый волшебник, который в этом может поучаствовать. Закончилось мероприятие концертом артистов Детской школы искусств имени Сверидова. Следующую эко-вечеринку в «Современнике» проведут в июне. Алина Гаврилова, Никита Мищенко, Новости Губкинского.